В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Студия Алиса Чапайкина. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Нет, это не новый сотрудник телеканала Видное ТВ. Сегодня редкая возможность оказаться в кресле ведущего и узнать, как же работа телекухня появилась у юных жителей муниципалитета. Экскурсия по студии прошла в рамках акции «Мой выбор», благодаря которой ребятам из многодетных семей, инвалидам, воспитанникам социальных учреждений расскажут о разных профессиях. Рассказать нашей молодежи, какие профессии востребованы в нашем муниципалитете, какие организации осуществляют свою деятельность, чтобы заинтересовать молодежь в работе в нашем муниципалитете. Всего планируется посетить 15 крупнейших предприятий округа. Началась акция с нашего телеканала. В роли гида выступила корреспондент Юлия Погосян, которая поделилась секретом, как же рождаются новости. «Отсматривает интервью, берет что-то из этого интервью для написания текста, который будет за кадром». Школьники прошлись коридорами студии, побывали в ньюсруме, где корреспонденты пишут сюжеты, а потом заглянули в монтажную. Именно здесь материал становится таким, каким его уже увидят зрители. Любознательные мальчики и девочки могли задавать любые вопросы монтажерам, операторам, выпускающему редактору и составить свое мнение о телевизионном ремесле. «Тяжелая работа, естественно, это труд, не поголодая сил. В любом случае, мне эта профессия близка. Очень нравится, как работают здесь люди, и я бы очень хотела связать свою жизнь с этим». Неизвестно, станут ли участники экскурсии звездами телевизионной журналистики, но впечатления наверняка останутся у них надолго. Среди гостей были и родители детей. Мария Белова считает, что в такие моменты ребята действительно могут принять судьбоносные решения. «Блестели глаза, они все вот это увидели, увидели новый какой-то мир для себя. Поэтому, конечно, может, я думаю, что вот из этих сегодня десяти детишек, я думаю, хотя бы один, но должен пойти, быть или корреспондентом, или еще кем-то». Побывали юные видновчане и у наших коллег из газеты «Видновские вести». Журналист Этерика Беридзе рассказала о приложении «Ровесники». Выходит оно один раз в месяц и пишут для него дети. Темы тоже, только те, которые интересны молодежи. «Не бойтесь, присылайте материалы, мы с вами найдем общий язык. Что-то сначала не получится, в дальнейшем обязательно получится, во второй, во третий раз. И я говорю, пробуйте свои силы, это уникальная возможность попробовать себя в журналистике». В заключении встречи ребятам вручили памятные подарки, а директор «Видновской дирекции киносети» Олег Федоров обратился к ним с напутственным словом. «Если у кого-то будет желание, обязательно поступайте, учитесь и приходите к нам в газету и на телеканал, и мы с удовольствием будем вместе работать». Ребята, мы вас ждем. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Сергей Ларин. Видное ТВ.